Здравствуйте! Ну да, стоит поговорить немножко о социальных сетях. Я вижу, что много людей с телефонами пришли сюда, наверное, все. Давайте следующий слайд. Немножко интерактивности подключим презентации. Если можно, попросите вас взять телефоны и зайти на сайт, пожалуйста. Сайт несложный, адрес короткий. Попробуем немножко повзаимодействовать. А можно ли сайт отмечать? Ficus.io Ух ты, ух ты, голосование. И там слэшик, или как называется, GV. Как раз начинается почти аналитика. Нас 12 человек. У нас аналитика в социальных сетях онлайн. И оставайтесь на этом, скажем так, сайте. Мы будем постепенно в презентации подключаться и задать вопросы. Следующий слайд. Вот такая цифра. И это не количество слайдов, которые будет дальше. Это вот аудитория, охват, точнее, социальных сетей в России за январь 2015 года. Собственно, с этим надо что-то делать. Как-то надо это считать. Причем это как раз аудитория от 12 до 64 лет. А мы уже видим то, что сейчас и дети в социальных сетях тоже присутствуют. И я так понимаю, что в 16-м году уже будут считать возраст от 5 лет до, наверное, 60-70. Мне кажется, мешает вот этот вот... Тут еще запись идет. Следующий слайд. Зачем нам эта информация нужна? Зачем нам нужно знать, что 63 миллиона человек охват социальных сетей? Следующий слайд. Давайте сразу. И вот мы можем проголосовать. Как вы думаете, зачем нам нужна аналитика в социальных сетях? Зачем я сейчас вообще сюда пришел? Что нужно тут делать? Есть вариант ответа. Каждый может выбрать, там, собирать информацию, изучать территорию, продавать данные. Или вот люди хотят управлять миром. Специально добавил вариант, чтобы было вот как бы, чтобы все потребности были. Ну, в лидерах, да, в лидерах как раз, да, для чего социальные сети создавались, наверное, да. Ну, вот, мне нравится, как меняется, да. Все, нормально, нормально. Отлично. Собирать информацию – это хорошо. Давайте дальше, да. Понравилось, да? Следующий слайд. Выиграли. Отлично. Следующий слайд. Получается? Следующий слайд. Может, да? Итак, собираю информацию. Аудитория социальных сетей. Следующий слайд. Опять же, январь 2015 года. ТНС хорошо, в принципе, измеряет аудиторию. Мы видим, там, подборку по социальным сетям. Лидирует ВКонтакте. На втором месте YouTube. Одноклассники, кстати. Вот эта вся, скажем так, сумма. ВКонтакте, Одноклассники. Мой мир – это абсолютный лидер по аудитории. Мы здесь видим, что цифры немножко не совпадают. Но в том плане, что цифра была 63 миллиона. Тут вот 54, там 47. Это говорит о том, что аудитория перекрестная. То есть люди пользуются одновременно и Facebook, и смотрят видео в YouTube, и в Одноклассниках тоже есть, и Instagram. По Instagram, кстати, данные, мне кажется, пока еще не до конца посчитаны, и я думаю, что цифры увеличатся. И также, мне кажется, что со следующего года будут считать социальными сетями Messenger, например, в том числе, и игровые платформы. И вот у Одноклассников тоже хороший проект. Миком они выходят на мировой уровень как раз с игровыми проектами. И, собственно говоря, вот социальные сети, мне кажется, расширят свой охват и терминологии. Дальше мы можем узнать, в принципе, полувозрастную разгивку мужчин и женщин. Мы видим, например, что ВКонтакте и YouTube такие большие такие мужские социальные сети. А если мы видим, что Одноклассники, Instagram, там преобладает как раз и другая аудитория, преобладает женщины. Женщины у нас красненьким обозначены. Но это тоже сухие данные, на самом деле. Мы с этим, по большому счету, сделать ничего не можем. То есть, ну вот, знаем и отлично. Давайте дальше. Есть такие цифры, можем подойти с другой стороны. Есть деньги. Вот, собственно, опять 2014 год, объем рынка рекламы, там порядка 160 миллиардов рублей это ТВ. И у него есть даже прирост, там интернет и социальные сети уже подбирается. Кто-то забирает немножко денег или они новые, они приходят из других источников. То есть, печатный СМИ-радио, собственно говоря, теряет оборот от года к году. Опять же, зачем нам это нужно знать? Как мы свяжем аналитику социальных сетей, аудиторию социальных сетей и деньги? Давайте дальше. Вот, собственно, ответ простой. Я думаю, что главная сдача и аналитики, и оптимизации рекламы в том, чтобы мы от лайков, полезных действий, с данных переходили к каким-то финансовым аспектам. И мы измеряли, собственно, эффективность рекламы и рекламных бюджетов с помощью социальных сетей. Ну, с помощью рекламы и социальных сетей. Как мы можем это делать? Ну, опять же, мы здесь вводим термин ROI, это возврат инвестиций, опять же, да. Он рассчитывается, если в упрощенной форме, как связь доходов-расходов. Соответственно, мы можем увеличить доходы и уменьшать расходы. Если мы смотрим направление аналитики социальных сетей, то мы должны в любом случае работать на повышение эффективности маркетинга, который проводится в социальных сетях. Изучать аудиторию, собирать данные, контролировать, выставлять KPI, конкурентный анализ проводить и так далее. Если мы говорим по рекламе, конечно, самое главное – это конвертеров-целевые действия, чтобы охват переходил в переходы, чтобы переходы превращались в некоторые полезные действия, лиды и так далее. Снижение расходов. На самом деле, это тренд 2015 года, и снижение расходов даже в России уже происходит с помощью автоматизации рекламы. Рынок программатик, он заходит уже в регионы. Плюс это целевой таргетинг, и опять же, благодаря тому, что мы хорошо изучаем аудиторию, и снижение стоимости клика, снижение бюджетов. И третье направление, в принципе, вовлечения, опять же, оно зависит во многом от работы в социальных сетях, аналитики в социальных сетях. Это повторный конверс, так называемый, там, retention, да, то есть лояльная аудитория, которая совершает полезные действия постоянно по уже рациональным причинам. И снижение расходов – это благодаря увеличению органического хвата. То есть мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы часть трафика была не рекламным, а органическим и естественным. Вот, давайте дальше перейдем. Итак, я могу поговорить, дальше рассказать про аналитику социальных сетей, а могу дальше рассказать про автоматизацию рекламы. То есть давайте выберем, что же делать дальше. 8, 10, так что. Ну да, было логично, что тема была озвучена аналитик, а тут какая-то еще вещь. Окей. Ну почти выбор демократический. Нормально, свобода. Нормально, успели? 21, ну давайте, да, давайте. Это единственный презент в России выборов демократический. Давайте, аналитик. И цвет, кстати, приятный, почти как фейсбук. Давайте дальше. Хорошо, аналитика. Как я угадал? Презентация линейная просто, она. Даже если выбрали автоматизацию, то была бы аналитика, но спасибо, что. Давайте дальше. Что это такое, аналитика в социальных сетях? Что это такое? Анализ сообществ в социальных сетях и на самом деле вот для чего вообще сообщества и нужны. Ну так проще аудиторию считать и анализировать. К сожалению, это так. То есть не для того, чтобы вы читали, там лайки ставили. Собственно говоря, объект анализа — это аудитория, активность, авиалюченность, публикуемый контент, возможность сравнивать ваше сообщество с другим или обсудить сторонние сообщества. Давайте дальше. Это более подробно. Следующий слайд. Вот что мы считаем, когда изучаем социальные сети. Это платформа JackoJam. Это ее внутренний интерфейс. Есть показатели активности, вовлеченности, любые виды конверсий, целевых действий, даже есть динамика активности. Благодаря этим данным вы можете узнать, что у вас 15 октября был всплеск активности, который связан, например, с новой коллекцией или с вашей акцией. Или наоборот, у вас была акция, а потом динамика упала, потому что вы больше ничего не публиковали или ни о чем не говорили. Дальше. Ядро активности. Это один из очень хороших, интересных показателей. Мы именно этим показателем пользуемся при аналитике. Есть ядро 1, ядро К1, ядро К12. А для нас, на самом деле, не буду расшифровывать. Просто скажу, что это количество целевых действий, которые совершают люди в ваших сообществах. Вы можете, кстати, анализировать и чужие сообщества. И можете анализировать даже страницы пользователей, но при желании. Опять же, и там, и там, и там будут ядра аудитории. Ну, фактически, сколько полезных действий совершают пользователи на странице. От 1 в месяц до 12, 15 и более. И, соответственно, еще сравнение этих ядер. То есть, какое ядро больше, какое ядро меньше. То есть, насколько у вас больше первичных обращений, потом люди из группы уходят. И насколько больше вас вовлечено, например, людей, которые ежемесячно совершают там высокое количество интеракций. Дальше. Важные, важные показатели, конечно, параметры контента. Вы можете видеть, какое количество публикаций, какое количество лайков и так далее. И какие публикации вызвали на больше интерес. Можно анализировать по дням, и по дням показывают публикации, которые там набирали охват. Очень-очень-очень активно используют это у СМИ. То есть, почти все СМИ сейчас мониторят свои социальные сети. И так выходит, что у большинства СМИ сейчас в России трафик идет из Фейсбука. Они все охотятся за фейсбук, за торговыми фейсбуками, работая в реальновостях, или в ленте, или в Эдми, даже в том же самом. Вам нужно ежедневно мониторить и узнать, какие интеракции приводят к трафику, какие интеракции не нравятся наоборот. Даже попытка Рамблера сделать такой, скажем так, агрегатор СМИ, она, конечно, хороша. И Рамблер стоит где-то на пятом месте по трафику, но и у Яндекса был тоже там какой-то новостной проект. Но на самом деле социальные сети уже стали базовым трафиком для СМИ. И вот это очень важно, если вы делаете какое-то популярное издание, даже региональное. Дальше. Списк аудитории. Вот это вообще потрясающая история. То есть, в принципе, у вас есть выгрузка по всем вашим пользователям в группе. И у каждого, конечно же, стоит тоже, они там аранжируются по, могут там по активности, могут там по количеству людей и так далее. Фактически, вы эту выгрузку можете получить в формате Excel, и у вас есть все данные отлично. Конечно, кроме персональных данных, то есть имейл пока что вам недоступен. Но этих данных достаточно, чтобы их подгружать в рекламные кабинеты, делать ретаргетинг, таргетинг и так далее. То есть, пожалуйста. Ну и, конечно, вы можете с ними просто пообщаться. То есть, если у вас локальный бизнес, и у вас какая-то компания, которая продает пончики, то вы можете спокойно с ними задружить и общаться с ними, пожалуйста. Очень хорошая еще, кстати, история активность пользователей по дням недели и времени суток. Вот эта история, она как раз, может быть, не активно используется у обычных пользователей, а СМИ как раз над этим работают потрясающе активно. То есть, у них, они подстраивают график работы своих контент-менеджеров под график аудитории. Там люди выходят на работу в 2 часа ночи, например, и так далее. То есть, они смены уже подстраивают под выходы, там, допустим, в 9.35 нужно выпускать, а в 9.40. Также, само собой, они могут сравнивать график выхода публикации своих конкурентов. Это уж как раз конкурентный анализ. И это очень важно еще в автоматизации рекламы, в том же самом программатике, о котором мы до этого говорили. То есть, время суток, оно сейчас играет одну из самых главных ролей и в социальных сетях, и в рекламе. Дальше. Пересечение аудитории, то есть, фактически, вы можете сравнивать несколько сообществ по данным пересечения, и мы можем понять, насколько, какая доля аудитории есть в вашем сообществе, из другого сообщества, и стоит ли там по нему вести работу. Есть параметры пересечения, тоже подробно не будем останавливаться. Но, на самом деле, да, я еще расскажу про программатик. Это как раз второй базовый такой, второй тренд этого года, и он очень связан сейчас на аналитике социальных сетей и на данных социальных сетей. Следующий слайд. Это не номер телефона и не что-то еще, и тут немножко все сбилось, очень много цифр, но это там миллиарды, в общем, очень много показов рекламных объявлений в мире и в России. Зачем нам нужен программатик? На самом деле, наверное, потому что уже все устали от рекламы, она не целевая во многом, люди на нее перешают смотреть, замечать, и она дорожает. Очень дорожает, на самом деле. И многие компании, они переходят, конечно, на автоматизацию, потому что это, конечно, эффективнее. Давайте дальше. Ну, примерно так выглядит то, что называется программатик. Такая упрощенная схема. Вот, соответственно, вам нужно, по большому счету, собирать свои данные, там, CRM-системку какую-то иметь, решать об уровнях сегментации по рынку, потом покупать базу аудиторию партнеров. Партнерами, кстати, являются в том числе и социальные сети. То есть, данные о ваших там интересах, влечениях, группах, в которых состоите, они, в принципе, ну, передаются, скажем так, да, сервисам. Я не уверен, допустим, передают ли американские компании данные, но российские компании с удовольствием их продают. То есть, по стучкам трафика, конечно же, являются поисковики, большие порталы, ну, и социальные сети. Уже в системе аудитория оценивается, моделируются варианты рекламы, конечно, из креативной разработки и оптимизация по стоимости и по каналам. И потом уже, собственно говоря, опять же, вы переходите из сервисов автоматизации в каналы, на которых будет реклама, но только это уже иной формат. То есть, вы не просто размещаете там баннер в социальной сети от себя, а вы работаете уже по нескольким каналам, аудитории, которые есть не только у вас, но еще есть и у партнеров. По большому счету, те же самые социальные сети пытаются сделать программатик внутри себя. Тот же Facebook, который делает Facebook for Business, это тоже фактически аудиторная платформа, и мы можем закупать рекламу и в Facebook, уже сейчас в Instagram, и одноклассники, которые начинают продавать аудиторию ВКонтакте, и вы теперь в одноклассниках можете отрекламироваться по пользователям приложений ВКонтакте. И одноклассники, которые уже завязались с ТВ-каналами, ну, то есть, данных очень много, но по большому счету, это будущее рекламы. То есть, будущее в том, что вы не будете просто загружать баннерок, а вы будете оценить аудиторию и работать с большими пластами информации. Давайте дальше. Ну, собственно говоря, программатик, он состоит из, вот, прямо направления бизнеса в Америке, это тоже миллиарда долларов, дата менеджмент платформ. То есть, это есть люди, которые реально собирают данные. Вот, собственно говоря, то, что вы написали. Собирать информацию, да, это бизнес. Люди собирают информацию и просто ее даже иногда хранят. Вот. Дальше еще тоже бизнес, следующий слайд. Data Exchange, это, опять же, такая же платформа, интернет, по большому счету, биржа, и вы просто продаете эту информацию или обмениваетесь ей. Ну, то есть, есть Data Exchange и Data Marketplace, собственно говоря, пожалуйста, можно продать, покупать. Дальше. Какие инструменты есть? Программатик, в чем плюсы? Audience Analytic, потрясающий инструмент, который, в принципе, завязан на индексе аффинитивности. Фактически, просто доля целевой аудитории в сегменте и отношение ее к доле целевой аудитории в среднем интернете. И благодаря этому, в принципе, вот, пожалуйста, у нас верхняя шкала – это финансы. FMCG не дотягивают, например, да, мы оцениваем, потом идут автомобили и потом, по-моему, фармакология. Видим, что финансы и автомобили проходят по аффинити индексу. Пожалуйста, банк Тинькофф и любые автодилеры у вас в браузере каждый день практически. А, кстати, FMCG не очень много. И, ну, таблеток тоже, к сожалению. Ну, я думаю, что это вопрос сегментации, и в следующем году появится и фармакология. Вот. Дальше. Ну, вот так выглядит платформа. Фактически, вот вы смотрите сегмент аудитории, выбираете, анализируете и поехали. Дальше. Вот, кстати, гиперлокационный таргетинг – это потрясающая история. То есть, в принципе, есть геолокация, телефоны, и, пожалуйста, работайте по точкам. В этом году была реклама у KFC в Москве. Запускали ее в Hungry Boys как раз с помощью программатик. Они рекламировались в определенное время по конкретным браузерам. У Дана они брали из социальных сетей, и они рекламировались по локациям, которые находятся, даже по бизнес-центрам, которые находятся возле KFC в Москве. Ну, то есть, фактически, это была такая вот та самая реклама, и они, конечно, во время ланча это делали. Дальше. Ну, вот, соответственно, синхронизация с каналами, то, о чем мы говорили, когда смотрели бюджетную рекламу, никто не отклоняет рекламу на ТВ, на радио, на печатных СМИ, например. Но при этом и ТВ, и радио, и другие источники, они уже тоже могут продавать данные, и благодаря этому можно запускать рекламу смешанную, скажем так. Ну, примерами могут являться, может быть, не знаю, там, Авито потрясающий, да, который заходит в телевизор и заходит туда, куда нужно, или, допустим, тот же самый World of Tanks, да, это игра, они гениально работают, у них есть потрясающий, там, скажем, выход на Burger King, например, они рекламируются там по аудитории Burger King, у них есть Танкобургер, причем они потом еще на ТНТ, в нужное время, выходные дни, тогда, когда их пользователи не в сети, а когда они в сети, они тоже в сети. То есть, это реально большая работа, и благодаря программатике, аналитике социальных сетей, люди собирают большие пласта аудитории и появляются там, ну, и, само собой, у них, конечно, есть еще на YouTube очень большая платформа по рекламе. Вот, то есть, собственно говоря, да, программатик используется, используется достаточно эффективно, и благодаря аналитике, и тоже исследованию, изучению данных. Вот, собственно, наверное, все. Спасибо.